В моей трансляции снова с вами Ксения Быстрова и Егор Бедуля. Мы приветствуем вас на 17-м международном конкурсе имени Чайковского в номинации «Скрипка». Сегодня, 22 июня, у нас заключительный день первого тура конкурсных прослушиваний. И это очень волнительный день, долгий день, длинный день, и мы проведем его вместе. Здравствуйте! Сегодня мы будем ждать вердикта жюри, которые выставят список, огласят список тех, кто пройдет во второй тур. Но прежде нужно прослушать оставшихся конкурсантов третьего финального заключительного дня первого тура. И сегодня мы получим результаты этого ряда, и мы узнаем, кто пройдет, кто пройдет во второй ряду. 21 и 22 июня всегда будут длинные дни лета. И это правда. Сегодня мы получим очень длинный день, очень ответственно, очень эмоционально, потому что мы получим результаты, и мы узнаем, что некоторые имени, которые пройдут во второй ряду. Наверное, действительно, в эти самые долгие дни, самые долгие ожидания, это вполне логично кажется, даже с точки зрения природы. Сама природа распорядилась так, что сегодня не просто один из самых длинных дней в году, он длинный еще и, да, и с точки зрения нашей трансляции, которая будет действительно долгой, мы вместе проведем вечер с вами сегодня, и вместе скоротаем это ожидание, будем ждать результатов. Будем репетать. Ох, я уже предчувствую то, что... Честно, я тоже. 8 номинантов сегодня выйдут на эту сцену, 8 молодых, прекрасных, одаренных, талантливых скрипачей будут закрывать первый раунд. Совсем скоро мы начнем с ними знакомиться. Честно, да, действительно, это просто очень волнительно. Напомню, что мы находимся в малом зале консерватории, буквально рядом с нами в большом зале соревнуются пианисты, и еще 4 номинации проходят в Петербурге. Каждую из онлайн-трансляций в каждой номинации можно смотреть на официальном сайте конкурса чайковскийcompetition.com и также в официальной группе в социальной сети ВКонтакте, где вы выбираете номинацию, выбираете тур. Можно пересматривать предыдущие конкурсные прослушивания, они доступны в записи, и, конечно, болеть за тех, кто скоро появится на сцене малого зала. Да, это правда. Чайковскийcompetition includes 6 номинации. Они имеют пиано, виолин, cello, woodwind инструменты, брассы инструменты и голос. 2 из них происходят здесь в Москве, и 4 из них происходят в Санкт-Петербурге. И мы хотим помнить вам, что вы всегда можете посмотреть на любую версию конкурса. Вы должны выбрать, чтобы вы хотите посмотреть, и вы можете посмотреть на официальном сайте конкурса чайковскийкомpetition.com или на группе в русском социальной сети ВКонтакте. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как проходила жеревьевка на двух самых юных номинациях. Это деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты. Очень впечатляющая номинация. Еще порекомендую вам ее посетить и посмотреть. А сейчас видео из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok У меня 10 номер и я очень довольна результатом жеребьевки, потому что я могу отыграть в первый день и готовиться к второму туру, отдыхать, заниматься и просто получать удовольствие от города замечательного. Да, у меня 26 номер, доволен, в принципе, ну, на самом деле просто туры начинаются не с утра, а где-то в час, по-моему, и все, что нужно. С утра, если было бы, конечно, да, тогда можно было поволноваться, какой номер, чтобы рано не вставать, если нет каких-то волшебных чисел, с помощью которых я сыграю лучше, чем мог бы сыграть. Я думаю, все-таки в начальных рядах играть лучше, потому что есть возможность потом подготовиться ко второму туру. Занимаешься, занимаешься и потом, неважно, какой будет результат, все равно это такой скачок в росте и уже после конкурса ты выходишь совершенно другим, другого уровня музыкантом. В прошлый раз было забавнее, потому что я готовился в пасхальном поезде, в перерывах между концертами и в вагоне, когда ты трясешься, ну, не слишком удобно учить, но нормально, пойдет. А в этот раз все-таки поспокойнее, между спектаклями что-то сыграл Иоланту, поучил Вайнберга, сыграл Регалетта, выучил Гайдена. Я очень благодарен, чтобы быть здесь, и я хочу играть лучше для меня. Добро пожаловать на 17-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского по специальности деревянные дуковые инструменты. Мы начинаем процедуру жереблевки. Номер один. Мне посчастливилось с первой тянуть номер, и я буду завершать отборочное испытание первого тура. Так получилось, что у меня завтра день рождения, и завтра я, собственно, играю под восьмым номером. Да, и так что я даже, в принципе, и хотел сыграть завтра, чтобы в первый день. Жереблевка оправдала ожидания, я очень доволен, прекрасный номер. Мы будем играть на первый день, и я думаю, это будет около 6 п.м. Так что это круто для меня, потому что большинство моих родителей и друзей в Коста Рика. Так что для того, чтобы в этом время было круто, они могут видеть меня в ночи. Так что я очень рад. Это мой первый раз в Чайковском Компетитоне, и так много молодых людей вместе здесь. Это будет интересная мечта для моей жизни. Мы все время напоминаем вам, на каких интернет-платформах можно смотреть трансляции, записи трансляции, если вы что-то хотите пересмотреть, а мы рекомендуем настоятельно это делать, потому что все номинации суперинтересные, и если вы сконцентрируетесь на чем-то одном, то, конечно же, мы настоятельно-настоятельно советуем вам потом вернуться и пересмотреть другие номинации. Видео из Питера. Расскажи, как попасть, и можно ли попасть на прослушивание вживую? Конечно, на все номинации можно попасть вживую. Если вы перейдете на официальном сайте в раздел «Расписание», то там есть возможность купить билет, если билеты еще остались. Потому что я знаю, ты постоянно мне об этом напоминаешь, что в нашем зале почти постоянный солд-аут, билеты проданы. А вот, например, если вы хотите посмотреть на очень впечатляющее выступление, это всегда завораживающе, как выступают духовики, это исполнители на медных духовых инструментах и деревянных духовых инструментах, то, например, вам нужно поехать либо в Петербурге, либо в капеллу, что находится в центре города, либо в Репино. В концертном зале в Репино нужно обязательно записаться. На сайте, опять же, есть форма записи, время, ваши данные. Вход свободный, единственное, по предварительной записи обязательно. Да, если вы сейчас в Санкт-Петербурге, вы можете пойти в концерт-репино и слушать левые инструменты в Репино. Это просто очень легко. Вы должны идти на страницу веб-сайт, на страницу «Скедула» и найти специальную форму, где вы написали имя, выбрали время, когда вы хотите идти, и вы просто идите и enjoy the performance of the musicians. Может, мы тоже сегодня с тобой в перерыве посмотрим и запись из Репино или из Петербурга? Обязательно. Я думал, мы и так это будем делать. Просто мы в основном с тобой сконцентрировались на серьезных номинациях, самых первых, которые в конкурсе появились. Я помню, что это были скрипка, фортепиано, и затем виолончель и сольное пение. А номинации деревянных духовых и медных духовых инструментов это новички в 2019 году. На предыдущем 2016 конкурсе эти номинации были представлены впервые. Ксения у нас из Санкт-Петербурга. Я понимаю, что я оттуда не вытянусь, но я все-таки предлагаю вернуться нам в Москву. И мы уже сказали, что сегодня нам предстоит услышать 8 конкурсантов. Ответственная, очередная ответственная миссия по открытию третьего конкурсного дня возложена на... Так случилось, так совпало, жеребьевка. Это случайность. Это более случая. Открывать сегодня будет Леонид Железный, и мы предлагаем вам посмотреть его видеовизитку, в которой он очень трогательно рассказывает о своей альмаматах. Да, потому что Леонид Железный связан с Московской консерваторией, с этими стенами, с этим залом, и так трогательно он говорит о консерватории и об этом здании. Давайте посмотрим на Леонид Железный видеокарт для нашего первого участка дня. Здравствуйте, меня зовут Леонид Железный, я скрипач, играю на скрипке с пяти лет. Мои родители музыканты, мама пианистка, папа скрипач. Я учился в школе имени Гнесиных, позже закончил центральную музыкальную школу при Московской консерватории, далее закончил Московскую консерваторию и аспирантуру у профессора Александра Винницкого. Мой репертуар включает в себя произведения самых разных композиторов эпох и жанров, произведения эпохи романтизма, венской классики. Также увлекаюсь и занимаюсь барочным музицированием. Сейчас я нахожусь около большого зала Московской консерватории. Погода очень хорошая, но, правда, начинается дождь. Из-за дождя мы сменили локацию, но мы продолжаем находиться на территории Московской консерватории. В данном случае мы сейчас находимся под крыльцом большого зала консерватории. Сзади от меня памятник Петру Ильичу Чайковскому. Это место, где расположен непосредственно памятник, оно называется Фермата. Это в шутку называют, во-первых, из-за того, что это действительно, как переводится с итальянского, это остановка. И там очень часто можно встретить студентов, педагогов, которые просто отдыхают. Но, помимо этого, знак Фермата, он обозначается в виде полукруга. Именно так же выглядит композиция. Вот это наша композиция, во главе которой памятник Петру Ильичу Чайковскому. Для меня очень радостно участие в предстоящем конкурсе, так как конкурс сносит имя нашего великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, моего любимого композитора. И будут исполнены мои любимые его сочинения на конкурсе. Одно из самых ярких впечатлений прошлого года был город Водкинск, там, где жил наш юный Чайковский. И при входе в музей там висит фотография всей его семьи. Но поскольку технологии сейчас позволяют творить чудеса, когда заходят гости в музей, и, так сказать, при самом входе вот эта фотография, она оживает и звучит начало первого фортепианового концерта Чайковского. Честно говоря, это вызвало у меня такие эмоции. И каждый раз, когда я слышу вступление к этому концерту, я понимаю, насколько велика и прекрасна эта музыка, что не очень даже понятно, как живой человек мог это написать. Он был гением. Также очень важно, что конкурс номинации «Скрипка», в котором я участвую, пройдет именно в Московской консерватории, так как это является моим домом, альма-матор. Здесь все мои близкие, друзья мои, педагоги, все придут поддерживать и с нетерпением ждем этого события. И, конечно, хочется поприветствовать всех участников этого конкурса и пожелать им удачи. Это был Леонид Железный видео-карт. Я должен сказать, видео-карт-экскурсион. Я хочу сказать вам, что Леонид Железный уже взялся в Чайковской конкурсии. Это было в 2019. Он получил специальный праздник, и теперь он вернулся и попытался получить первую праздник. И мы имеем права, я думаю, что мы уже говорили на самом начале конкурса, что практически ни конкурсионер, кроме первой праздник, может победить снова. Да, это право, что если вы уже получили первую праздник, вы просто победите, и вы не можете вернуться опять. Но если вы вторая праздник, третья праздник, или вы просто не смогли вернуться к другому раму, от вашей номинации, вы можете вернуться и попытаться бороться за победу. Конечно, Леонид Железный, стоит упомянуть, что он уже не впервые участвует в конкурсе, он получал спецприз на предыдущем конкурсе. И, конечно, мы говорим то, что каждый участник, если он не лауреат первой премии, он может еще раз участвовать в конкурсе. И таких примеров очень много. Например, скрипач Сергей Дагадин, однажды получив вторую премию, без присуждения первой в том конкурсе, он вновь появился на конкурсе в 2019 году и взял такие первые лауреатства. Мы сказали, что участников сегодня восемь. В первом блоке сегодняшних прослушиваний нас порадуют два участника, Леонид Железный, и по вторым номерам сегодняшнего дня на сцену выйдет Равиль Ислямов. И его видео-визитку мы готовы уже смотреть. Она также очень проникновенная, разнообразная. Мы знакомимся с конкурсантами, прошу прощения, с разных сторон, и они с удовольствием представляют себя в этих видео-эссе. Да, давайте посмотрим на видео-визитку Равиле Ислямовым. Let's take a look at our next participant's video card Равиль Ислямов. Равиль Ислямов. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Равелий Слямов, мне 22 года, я скрипач, и сейчас учусь в Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе Народного артиста России профессора Александра Веницкого. Ну а со мной в роли скрипача вы сможете познакомиться на конкурсных прослушиваниях. А сейчас я бы хотел познакомить вас с этим замечательным уголком природы рядом с моим домом, где я очень люблю проводить время. Кроме игры на скрипке и сочинения музыки, я изучаю японский язык и постигаю азы японской каллиграфии. Это иероглиф «Удача». Пользуясь случаем, хотел бы пожелать зрителям приятных прослушиваний конкурса, а конкурсантам достойных выступлений. До встречи на сцене! Равиль Ислямов, дамы и господа, он сегодня будет вторым участником этого третьего заключительного дня конкурсных прослушиваний. Удивительное дело, что визитка конкурсанта по номинации скрипка начинается со звуком фортепиано, и, может быть, это ввело кого-то в заблуждение, как меня в первый раз, когда я смотрела это. Действительно, когда смотрели, мы подумали, так, ошибка, смотрим список. Нет, действительно, Равиль Ислямов есть у нас в списке, действительно, наш конкурсант в скрипке. Почему фортепиано? Потому что он им владеет, он даже сочиняет музыку, как он сказал, в своей видеовизитке, и это, конечно, подкупает, потому что талантов в этом человеке, видимо, очень много, и один из них проявится, надеюсь, сегодня на сцене Малого зала консерватории. Но и инструмент Равиль выбрал интересный. Да? Да. Ну что, давай расскажем, на чем же он сыграет. А, инструмент не тот, на котором он играл в видеовизитке, а тот, который выйдет с ним на сцену, конечно. Надо сказать, что инструмент, на котором он играл в видеовизитке, тоже впечатляет, это очень хороший инструмент. Но да, он сегодня будет играть на скрипке производства выдающегося итальянского мастера Гварнери. Джузеппе Гварнери дель Джезу 1735 года. Это еще один инструмент, исторический инструмент, важный, о котором стоит упомянуть во всех конкурсных прослушиваниях. Мы уже вспоминали и о скрипках Страдивари, и вот теперь Гварнери. Второй участник сегодняшний, Равиль Исламов. Он просто показал его видеокарту. И что мы знаем о Равиль? Первое, он изучает язык японский язык. Он имеет какие-то каллиграфические силы. И он будет играть потрясающим антическим виолом, который был создан итальянский мастер Гварнери в 1735 году. Так, давай скажем о том, что остается буквально несколько минут до того, как первый участник Леонид Железный выйдет на эту сцену. Зал уже практически полон. Я чувствую энергетику. Мы находимся совсем неподалеку. Нам слышны разговоры, то воодушевление, с которым зрители собираются в зале. И я уверена, что сегодня будет такая же теплая, такая же располагающая и такая же поддерживающая атмосфера в этом зале. С каждым днем все ярче и ярче раскрывается публика. И, наверное, для конкурсантов, я уверена, что для конкурсантов это очень и очень важно. Некоторые из них даже об этом говорят в своих видеоэссе. Когда есть возможность, в паузах между выступлениями стараемся пройтись по коридорам консерватории и все время привлекает внимание знаки, указатели, которые висят на стенах в коридорах. Приемная комиссия. Сейчас идет приемная комиссия, и мы мешаем поступающим абитуриентам? Я думаю, что, может быть, мы не мешаем. Я надеюсь. Я даже хочу верить, что мы их, наоборот, радуем и, может быть, вдохновляем. Это, конечно, да. Но с точки зрения структуры организации, да, конкурсные... Компания началась два дня назад. Но вступительные экзамены начнутся уже после окончания конкурса. То есть непосредственно показом, непосредственно исполнению экзаменов мы... Проведению экзаменов мы не мешаем. Я даже, наоборот, надеюсь, что все-таки абитуриенты, вот ребята, которые мечтают попасть сюда, в консерваторию, здесь учиться, они, наоборот, предлагают все усилия, чтобы сейчас быть здесь в зале или же в большом зале в номинации фортепиано и слушать музыкантов. Это же прекрасно. Если бы я поступала в Московскую консерваторию, я бы постаралась в первые дни подать документы и затем посетить максимальное количество прослушиваний здесь, в Москве, а также онлайн-трансляции, смотреть тех номинаций, которые проходят в Санкт-Петербурге. Это действительно вдохновляет, это настраивает, это как бы вовлекает в общую атмосферу и в будущую твою жизнь. Если ты с таким удовольствием находишься в этих стенах и после этого уже с легкой душой, в отличие от конкурсантов, которые выходят на сцену, сдаешь экзамены. В общем, такая добрая традиция у нас в очередной раз самообразовалась. В момент, когда мы рассказываем об участниках и о том, что происходит в зале, звучат звонки. Это был третий звонок, который говорит нам о том, что прослушивание финального третьего дня… Скоро, скоро, скоро. Да, вот-вот-вот начнутся, жюри на месте, зрители на месте, конкурсанты заряжены в кулисах и собраны, и ждут выхода на сцену. Итак, мы должны рассказать вам, что мы начнем в несколько минут, или, я бы сказал, в несколько секунд. Будьте внимательны. И мы желаем вам просто приятного аппетита. И просто... Просто приятного аппетита. Просто приятного аппетита. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дамы и господа. Приветствуем вас на 17-м международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского по специальности скрипка. Добрый день, дамы и господа. Мы приветствуем вас в 70-м международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского по специальности. Представляем членов жюри. Пожалуйста, приветствуйте наших членов жюри. Заведующий кафедрой оркестровых инструментов, профессор Китайской консерватории, глава Оркестровного инструмента, и профессором в Китайской консерватории, Бин Хуан, Китай, Чайна. АПЛОДИСМЕНТЫ Лауреат международных конкурсов, профессор, лауреат of international competitions, профессор Эдуард Вульфсон, Швейцария, Switzerland. АПЛОДИСМЕНТЫ Эксперт Министерства культуры Китая и Национального фонда искусств, художный руководитель фестиваля искусств очарования Китая, эксперт в Министерстве культуры и Национальной арт фонда, артистик директор для ЧАМ-чина арт фестиваля, Чи Юн Лю, Китай, Чайна. АПЛОДИСМЕНТЫ Лауреат 15-го международного конкурса имени Чайковского, солист Московской филармонии, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат 15-го международного конкурса имени Чайковского филармонии, профессор Московской консерватории, Павел Милюков, Россия, Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель, дирижер, солист Страдивари ансамбле, концертмейстер Оркестра Мариинского театра, профессор, директор, кондуктор, солист Страдивари ансамбле, концертмейстер Оркестра Мариинского театра Оркестра, профессор Лоуренс Настурикогершовичи, Румыния, Румыния. АПЛОДИСМЕНТЫ Народный артист Республики Армения, лауреат Государственной премии Армении, лауреат международных конкурсов, профессор, People's Artist of the Republic of Armenia, Laureate of the States Prize of Armenia, Laureate of International Competitions, профессор, Эдуард Тадивасян, Армения, АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный артист России, генеральный директор Московской филармонии, президент Союза концертных организаций России, Honored Artist of Russia, General Director of the Moscow Philharmonic, President of the Union of Concert Organization of Russia, Алексей Шалашов, Россия, Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Профессор Академии Герберта фон Караяна, концертмейстер группы Альтов Оркестры Берлинской филармонии, Профессор of the Herbert von Karajan Academy, Violet Solist of the Berlin Philharmonic Orchestra, Вильфрид Штрелле, Германия, Germany. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель жюри, Народный артист СССР, Профессор, The Chairman of the Jury, People's Artist of the USSR, Профессор Виктор Третьяков, Россия, Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Начинаем конкурсные прослушивания. We are starting competitive auditions. Участник номер восемнадцать. Participant номер восемнадцать. Железный Леонид. Россия, Россия. Иоганн Себастьян Бах. Чикона и Спортиты для скрипки соло номер два. Ре минор. Никола Паганини. Каприз номер семь. Ле минор. Каприз номер двадцать четыре. Ле минор. Петр Чайковский. Размышления. Сочинение сорок два. Номер один. Петр Чайковский. Вальс с Керца. Сочинение тридцать четыре. Редакция Василия Безикирского. Концертмейстер. Панов Юрий. Иоганн Себастьян Бах. Чакон фром Патита фасола вайла номер два. Номер два. Никола Паганини. Каприз номер семь. Номер два. Каприз номер двадцать четыре. Номер два. Петр Чайковский. Медитейшн опыта форти ту. Номер два. Петр Чайковский. Вальс с Керца опыта 34. Василий Безикирский Вершин. Аккомпанист. Панов Юрий. Петр Чайковский. Петр Чайковский. Петр Чайковский. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Восторг зрительский. Восторг зрительский. Восторг зрительский. Абсолютный. Концертной фантазии на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и бес» Равиль Ислямов завершает первый блок до сегодняшних выступлений наших конкурсантов. Да, абсолютный всеобщий восторг. Я говорила о том, что публика будет все больше и больше увеличивать напряжение, даже не напряжение, а восторг от происходящего на сцене, потому что конкурсный ажиотаж, он разгорается. Сегодня заключительный день первого тура конкурсных прослушиваний по номинации «Скрипка» 17-го международного конкурса имени Чайковского. Сегодня последний день первого раунда 17-го международного чайковского конкурса. Это третий день. И я предлагаю вам попробовать вспомнить, что здесь произошло несколько дней назад, в очень начале этого конкурса. Конечно, нужно вспомнить о том, с чего конкурс начинался. И это не только конкурсные прослушивания. Мы говорили с тобой о торжественном открытии и, конечно, о возложении цветов к памятнику, который находится буквально недалеко от нас, где мы с тобой прогуливаемся во время перерыва. Вспоминать историю мы будем чуть позже. А сейчас предлагаю познакомиться с этим видео. Давайте возьмем небольшое видео из нашего видеоблога о великой церемонии и великой открытии. Мы отслушали пианисты, я имею в виду члены жюри, больше 250 потрясающих музыкантов из огромного количества стран. Отобрали 25 по регламенту, хотя была бы моя воля расширить это до бесконечности, взять бы всех, потому что каждый из них – это огромная индивидуальность. Приехали музыканты из Америки, из Англии, из Франции, Италии, Южной Кореи, Японии, Китая, конечно. Наша потрясающая, мощнейшая команда удивительных музыкантов, которая будет представлена. Уже завтра начинается все, и это огромное счастье. Конкурс Чайковского – это вне всего, это вне времени, это вот с 58-го года, это планка фантастическая, которую задал тогда Ван Клиберн, выпускник Джуллер Скулл, знаменитый. Учился он у Розина Левина, выпускница Московской консерватории. Так что это тоже все русская фантапианная школа. Розина Левина, выпускница Московской консерватории. Всегда атмосфера праздника. Это очень значимое событие в мире музыки. И играют потрясающие музыканты. Мы пришли поддержать наших друзей. Я основная музыканта. И, конечно, мне, как профессионалу, это очень интересно. Послушать гениев, послушать звезд, которые приехали со всего мира, чтобы сыграть, здесь поделиться своим искусством, своим творчеством. Это очень здорово, я считаю. Приехали из Китая. Наши дети здесь учатся. Хотим послушать самую хорошую музыку. Желаем участников большой удачи. Конкурс Чайковского – это значимое событие. Я сам на скрипке играю. Мне очень интересно послушать, как взрослые ребята, или уже не ребята, играют и чему-то у них научиться. И раньше не познавались. Повторюсь, что закончили выступление первые два участника 3-го и заключительного дня 1-го тура. Вы видели, как выступали наши ребята, какие там были эмоции в зале и на сцене, и поэтому обсудить эти эмоции, обсудить взаимодействие конкурсантов с концертмейстером мы позвали нашего гостя. Спасибо вам, что пришли. Это концертмейстер Леонида Железного и Абылая Нурлыбека Юрий Панов. Спасибо, Юрий. Здравствуйте. Очень рады вас здесь видеть. Конечно, те произведения, которые присутствуют в обязательной программе, некоторые из них идут в содружестве, в сопровождении, мне даже не поворачивается язык так произнести, в сопровождении фортепиано. И вот это взаимодействие между скрипачом и пианистом, между вообще артистом и пианистом, это практически дуэт. И вот об этом взаимодействии мы бы хотели сегодня с вами поговорить. В чем его особенность? Вы помогаете, аккомпанируете двум конкурсантам. Это разные взаимодействия, разные взаимоотношения с каждым из них? Или это что-то универсальное? Ну, конечно же, это абсолютно разные миры, потому что разные миры, разная мотивация, разный тип личности, отсюда разный тип взаимодействия. Потому что и вообще есть два типа концертмейстерства. Это дежурное концертмейстерство, это когда к тебе пригоняют от кого-то человека, и ты должен в его сознание ворваться за какие-то считанные дни или, может быть, даже часы в некоторых случаях. А бывает, соответственно, когда ты играешь со своими. Это совершенно другая история. И тут уже есть время, и есть история взаимоотношений. Если в случае с Абылаем, я просто знаю его ребеночком. Я работал в классе скрипки у его преподавателя, когда он еще учился в Центральной музыкальной школе. Это был ребеночек, который жил в интернате, который… Ну, это как бы мой ребенок, поэтому здесь как бы нет вопросов. С Леней более позднее… Ну, как бы мы познакомились в то же время, но Леня постарше. И мы скорее друзья, и у нас какие-то другие интересы, но это тоже общие интересы, и, соответственно, ну и разные характеры. То есть Абылай – это такой темпераментный, оригинальный, несколько стихийный человек. Вы, наверное, это успели понять по его интерпретации. Это чувствуется, да, на сцене. Леня в жизни очень веселый, открытый человек, рубаха-парень, а на сцене он мыслитель. Это немножко другое, да, у него такой совершенно другой типаж. И, конечно же, когда ты выходишь с исполнителем, то ты принимаешь на себя часть его имиджа, это часть его моральной нагрузки, часть каких-то мыслей, иногда, может быть, даже мрачных, а иногда наоборот. Удается вам разорваться между рубахой-парнем и мыслителем. Или происходит переключение действительно перед выходом на сцену? Ну, я бы сказал, сложно только тогда, когда вот, если бывает, что обязательное произведение, как на первом туре «Вальс Керца», и, соответственно, получается, что если у тебя играет его более одного человека, и если они, не дай бог, где-то рядом, то у тебя прямо так в голове индексная карта, кто что делает, кто не делает, а уж, так сказать, настроение и какие-то бантики ты уже перенимаешь автоматически, просто увидев, оп, и весь мир так бах, и в голову уже. Вы так интересно сказали, что переключение автоматически, но это ведь зависит, безусловно, от опыта, работы с солистами. Как вы пришли к этой стезе? Как случилось так, что вы, можно сказать, участник конкурсных прослушиваний? Ну, вы совершенно правы в том, что концертмейстерство — это, в первую очередь, опыт. Это, я бы не назвал это даром и какой-то способностью. Безусловно, человек бывает предрасположен к этому ремеслу, бывает менее расположен. Но концертмейстерство, в первую очередь, это опыт. Когда ты просто высидел с менталитетом инструмента определенное количество времени, когда ты понимаешь, как инструмент дышит, когда ты понимаешь, когда ты можешь, когда приходит там неопытный концертмейстер и постоянно смотрит на смычок, когда он поменяется, а потом это куда-то исчезает. Ты просто начинаешь понимать, что атака с кирпичного смычка, она очень нежная, и если ты где-то всегда там на задах, на смене, то тебе не нужно там смотреть, что-то ловить. Ты просто понимаешь. Ну, не говоря уже о том, что если ты с человеком долго играешь, ты знаешь его повадки, ты знаешь его стиль, и ты знаешь его, в том числе в стрессовых ситуациях, знаешь, что от него ждать, что от него, да, то есть у тебя как бы уже есть такой набор лайфхаков, который автоматически включается, когда ты видишь персонажа, и все. Еще одно маленькое уточнение. Все-таки концертмейстеров в разных номинациях очень много. Вот есть ли направление в этом опыте и разница между, и я понимаю, что она есть, но я хочу спросить, какая между концертмейстером, у вокалистов, у деревянных духовых инструментов, или как у нас с крипичной номинацией? Конечно же, есть инструмент, с которого началось мое концертмейстерство еще. Я играл со своим одноклассником по центральной музыкальной школе. Это все на какой-то долгой дружбе с инструментом завязано. Я работал концертмейстером с огромным количеством инструментов, и с духовыми, и с ударными, и с народными. И, в общем, кончаю страшно перечесть. Но я просто выбрал скрипку в силу огромного опыта работы с ней и какой-то любви, потому что творчество — это любовь, комплементарность, и какая-то лежит к этому душа, и все. Так удачно сейчас совпали два выступления первых конкурсантов. Вы выступали с Леонидом Железным вместе, и сейчас Равиль Исламов со своим концертмейстером. И как раз, почему я говорю удачно, что видна эта очень плотная, это точно настроенная взаимосвязь концертмейстера. Список моих любимых слов, которые концертирующие и концертмейстеры. Это все, видите? Это супернастроенная связь, это идеальное взаимопонимание друг друга. Почему нет отдельной номинации для концертмейстера? Потому что мы смотрели ваше выступление, мы вас наградили. Мы с Ксениями вас наградили. Каждого концертмейстера, который сопровождает, который поддерживает и ведет конкурсанта, это большая ответственность. Мы знаем, что есть диплом отдельный. Члены жюри отдельно отмечают. Но только недавно еще на конкурсе Хиблы Герзмава была отдельная номинация для концертмейстеров. Как думаете, почему нет у нас? Я думаю, что был просто в случае, когда вокальный конкурс, это более традиционно. Дело в том, что вообще концертмейстеров, когда обучают ремеслу, их исходно обучают на вокалистах. Считается, что в академических заведениях, где преподается концертмейстерский класс, то твоими иллюстраторами первыми становятся вокалисты. Это самое сложное в ремесле понять специфику дыхания. И когда пианист первый раз садится, он понимает, что у него не только нотная строчка, нотная фразировка, он понимает, что там есть текст, есть дыхание, которое заканчивается у вокалиста. Потому что концертмейстер и вокалист — это целая отдельная история, которая совершенно понятна, почему там это есть. Здесь все-таки другая тема — конкурс Чайковского. И исходно, почему были эти номинации «Скрипка», «Виланчель» и «Фортепиано». Потому что базовое количество инструментальных сочинений написано было композитором именно для этих инструментов. То есть здесь просто немножко другая... История, получается. Да, да, да. Исторический подход. Другой контекст. Да, совершенно верно. И спасибо вам большое за такую беседу. Эмоционально всегда очень важно знать все с разных сторон. Интересно наблюдать за взаимодействием, конечно, на сцене. Интересно наблюдать за репетициями. Я уважаю слушать репетиции. Это какой-то совершенно другой мир, как вербальное превращается в невербальное, в эту магию, в это взаимодействие между артистами, двумя на сцене или больше. И благодарим вас за то, что поделились с нами такими секретами и лайфхаками. Юрий Панов, концертмейстер Абылая Нурлыбека и Леонида Железного. А прямо сейчас давайте посмотрим видеовизитку нашего следующего участника, Кокора и Магава. Let's take a look at the video card of our next participant, Кокора и Магава. Коничуа всем здравствуйте. Меня зовут Магава Кокора, я из Японии. В этом году я заканчиваю Московскую консерваторию имени Чайковского. Я живу в России уже 6 лет. За 6 лет я выступаю во многих городах России и благодаря этому я поручила большой опыт. Я мечтала принять участие в таком знаменитом и престижном конкурсе, как Международный конкурс имени Чайковского. Это конкурс с великой историей, где лауреатами были выдающиеся скрипачи, как Виктор Тричаков и Дон Кремль и так далее. И вот моя мечта в свой рай. Трями неё это новое степени в музыкальном фразии. Ладости позирица, свои мпо-ворчуства и вытенать что-то новое музыкальное мискуство. Это для меня это новое степени в музическом фразии. Я думаю, что это у меня, так что это уникальный конкурс, и здесь я надеюсь, что я успею уникать, я надеюсь, что это уникальный конкурс. Спасибо. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Конкурсанты, лауреаты уже многих премий, в том числе и Takamori Arai. В 2022 году он дал дебютный сольный концерт в Нью-Йоркском Карнеги-Холле, победив на международном конкурсе Гран-при International Music Competition. В 2022 Takamori Arai, наш следующий участник, как я уже говорил, был участник, и он получил свою соло-перформацию в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Безусловно, впереди у нас еще прослушивание «Каприсов Паганини». Давай вспомним всю обязательную программу. Давай, давай. Одно из твоих любимых сочинений в первом туре — это… Давай уже говорить, как есть, у меня их два. Это «24-й каприз Паганини» и «Вальскерц» сочинение номер 34. Молодец. Даже запомнил опус. И мы угадываем уже буквально с первых звуков порядок сочинений, и каждый раз волнуемся, а также в предвкушении, что же конкурсант выбрал в качестве необязательного сочинения. Мы сегодня слушали, и вообще за два дня, за два с половиной уже дня прослушивания, мы услышали и произведение шассона, и заи, и… Гершвина. Гершвина, только это была концертная фантазия Фролова, да, на темы Гершвина. Я немножко тебя поправлю. Ну, простите. Произведение Ваксмана по темам из «Кармен» вчера прозвучало, и такое разнообразие, да. Действительно, скрипач, исполнитель может показать любое амплуа свое, то есть любую сторону своего амплуа в выборе произведений в том числе. Чувствуешь, я все говорил, просто как в воду глядел. Говорю, что в очередной раз наша добрая традиция. Мы представляем наших участников, и, извини, третий звонок. Третий звонок. Да, зрители собираются в зале, члены жюри готовы. Вот-вот начнется второй блок наших конкурсных прослушиваний третьего дня первого тура. Напомним вам, если вдруг вы по какой-то необъяснимой причине об этом забыли, сегодня вечером мы узнаем имена тех конкурсантов, которые пройдут дальше во второй тур. Скажу честно, я очень переживаю. Конечно, переживаю, потому что мы уже вот-вот это узнаем. Но еще нужно прослушать всех, кто готовится сейчас выйти на сцену. Да, so let's take a look to the stage of Moscow State Conservatory, our next participants, and see you soon at our next live. Участник номер 20, participant number 20, Имагава Кокора, Япония, Japan. Иоганн Себастьян Бах, чекона и спортиты для скрипки соло номер 2, ре минор. Никола Паганини, каприз номер 24, ля минор. Каприз номер 11, до мажор. Петр Чайковский, вальс с керца, сочинение 34. Эрнест Шоссон, поэма, ми бемоль минор, сочинение 25. Концертмейстер, Набиуллина Мадина. Иоганн Себастьян Бах, чекон from Patita for solo violin, number 2, in D minor. Никола Паганини, каприз номер 24, in A minor. Каприз номер 11, and in C major. Петр Чайковский, вальс с керца, оп. 34. Эрнест Шоссон, поэма, ми бемоль минор, сочинение 25. Аккомпанист, Набиуллина Мадина. Аккомпанист, Набиуллина Мадина. Аккомпанист, Набиуллина Мадина. Аккомпанист. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АРАИТА КАМОЯ Япония. ЧАПЛОДИСМЕНТЫ Иоганн Себастьян Бах. Чеконы и спортиты для скрипки соло номер два. Ре минор. Никола Паганини. Каприз номер один. Ми мажор. Каприз номер двадцать четыре. Ле минор. Петр Чайковский. Вальс с керца. Сочинение тридцать четыре. Эжен Изаи. Соната для скрипки соло. Соль минор. Сочинение двадцать семь. Номер один. Концертмейстер. Цкасса Шираса. Иоганн Себастьян Бах. Чакон фронт патита for solo violin number two in D minor. Никола Паганини. Каприз number one in E major. Каприз number twenty-four in A minor. Петр Чайковский. Вальс с керца. Оп. 24. Юджин Изаи. Соната for solo violin in G minor. Оп. 27. Номер один. Экампанист. Цкасса Шираса. Ом. 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 Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Конкурса имени Чайковского и сегодня на сцену выходили уже Леонид Железный, Равиль Ислямов, Кокора Имагава и Такамори Араи завершил конкурсные прослушивания, часть, да, первую часть, вторая начнется сегодня вечером, прослушивания сами начнутся в 19.00, ну а мы выйдем в эфир к вам для того, чтобы познакомить вас с еще более важными новостями о концерте в 18.45. The first four performers for today, we have four ahead, the first four performers were Леонид Железный, he was the first one of this day, the second one was Равиль Ислямов, he used, he played the Guarneri violin for his performance, Кокора Имагава was the third one, and the fourth, who closed the first part of the competition, was Такамори Араи, very experienced musician, he had his solo concert in Carnegie Hall in 2022. So we're going to be back at quarter to seven, so stay tuned and see you soon. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok